Можно любого мэра снять, просто не выводить мусорку дня. Это очень серьезный ресурс. В последнее время это напоминает сводки с фронта. Избили, не дают строить русский север против московского мусора. Кажется, что помойки бесит людей больше, чем пресловутая пенсионная реформа. Почему так вышло? И как Москва превратилась в самый токсичный город России? Мусорная реформа, она пришла в каждый дом, в каждом платежной ведомости. Московский мусор будет ехать по асфальту от Москвы, считайте, 200 километров, плюс километров 15-20 по грунтовой дороге. Это деревня Михалий, Калужская область. Рядом строится мусорный полигон площадью 838 гектаров. Здесь водораздел Днепра и Волги. Ну, природа просто уничтожена будет. Вот это страшно. Строился вот этот полигон день и ночь. Шли вот эти грузовозы. И сейчас это вот. На поворотах они, не избавляя скорости, навстречу выходят. Два раза я в куветы уходил. Вместимость полигона – полтора миллиона тонн мусора в год. Это значит 110 мусоровозов в день. Михалий станет самой большой действующей свалкой в России. А стройка началась с 31 мая 2018 года. Без всяких разрешений, без всяких обоснований. Разрешение было дано только 20 мая этого года на это строительство. На съемке от 14 июня прекрасно видно, что на полигоне уже готовы целых три карты для приема мусора. Очевидно, это невозможно было бы построить за месяц. А значит, полигон делали безо всяких разрешений и экспертиз. Видите, все цивилизовано. Фонарики, красивая автострада современная построена. И все ради московского мусора. Полигон строит компания «Профземресурс». Она принадлежит Мосводоканалу. Генеральный директор Олег Панкратов. Этот же человек – исполнительный директор компании «Технопарк», которая строит скандально известный полигон на станции «ШИС» в Архангельской области. Все эти компании фактически контролируются департаментом ЖКХ города Москвы. И законодательное собрание Калужской области. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Аж восемь писем сегодня. В деревне Михали живут в основном пенсионеры, как Борис и Галина Лешутины. Это наш первый участок, который мы купили 25 лет назад. Это нам по 71 году. Я на оборонном предприятии работала. Занималась вопросами неразрушающего метода контроля. Это значит рентген, утрозвук, вихревые токи. 17 лет последних – это голография. Я всю жизнь занималась очень интересной работой. В отличие от Шиеса и других мест, в деревне Михали просто некому стоять живым щитом против полигона. Лешутину Борису Юрьевичу, Лешутиной Галине Ивановне. Галине Ивановне, Галине Ивановне, Борису Юрьевичу. Редакторы рассмотрят ваше обращение. До сих пор рассматривают. ЛДПР много раз доказывало, что на первом месте у нас благополучие и интересы простого человека. В ноябре 2017 года некий Денис Синельников купил в Михалях два пустующих дома и прописал там примерно 160 человек. Вот, пожалуйста, резиновый домик 38А, небольшой домишко деревенский, в котором прописано, ну, около 100 человек, будем так говорить. Они голосовали за нашего президента Путина единогласно. Но главная цель была провести выборы в Сельскую Думу, чтобы получить нужные чиновникам из Калуги и из района результатов. Это количество, порядка 160 человек прописано в двух домах, превышает число людей, имеющих право голоса на выборах в сельском поселении Михалимов. Новые прописанты выбрали депутатов, которые полностью поддержали строительство полигона. Кто такой Денис Синельников? Судя по фото, любитель сигар, красивой жизни и мотоциклов. С недавних пор бывший хозяин резиновых домов стал чиновником. Теперь Синельников – замруководителя департамента ЖКХ Москвы. Видимо, он давно знаком с Александром Соловьевым, главой этого департамента. Ранее оба участвовали в одной и той же комиссии по госзакупкам. Видите, здесь никто не живет. Вот калитка, вход, другого входа нет. Вот ворота, все заросло травой, никаких следов ни въезда, ни входа нет. Прямо перед Новым годом у Галины и Бориса Лишутиных на участке сгорел дом. Причина пожара до сих пор точно неизвестна. Ежегодно в России образуется до 40 миллионов тонн мусора. Это значит, каждый россиянин, включая младенцев, производит 275 килограммов в год. 95% едет на мусорные полигоны. С точки зрения бизнеса полигон, конечно же, самая простая история. Вы просто нашли карьер, там что-то постелили, поставили шлагбаум, сидите и за это получаете деньги. Мусорная отрасль очень криминальная. Например, скандально известный полигон Кучино, СМИ связывали с Балашихинской ОПГ. В черте города, всего 200 метров от жилых кварталов, детских садов и поликлиник, находится огромная свалка, самая большая в Московской области. Вопрос очень болезненный и сложный, я прекрасно вас понимаю. Не принято решение окончательного закрытия сегодняшнего дня, просто предварительно надо было провести все необходимые работы. Значит, послушайте меня, и чтобы воробьев меня услышал. В течение месяца закрыть эту свалку. После закрытия Кучино лишний мусор отправился по всему Подмосковью. Небольшие свалки оказались переполнены. Начались народные волнения. Если мой муж помрет, я вот эти очки в жопу запихну, понял? Благодаря Владимиру Владимировичу в 17-м году, когда у нас Кучино закрыли, мы стали счастливчиками. Это сортировочный комплекс? Вот, идите, с ним разбирайтесь, мы охранники. Нам сказали, воробьем. А, это то, что без документов вот это строится, да? Чтобы понять, почему люди ненавидят мусорные полигоны, отправимся в Подмосковный Клин. Вот Юля Федосеева, а это ее мама. Их дом находится примерно в километре от полигона Олексинский карьер. Я выхожу, ага, дети говорят, бабушка воняет, скорее домой. Мама приезжает за ними, юркнует в машину и бегом. Читаешь в этой серпушке, у нас все прекрасно, все в пределах нормы. Только почему вот такая воня, почему все болеют? Олексинский карьер – вторая помощность кисвалка в Подмосковье. Местные жители через суд пытаются закрыть полигон. Был суд 14 мая. Вот приехали, там было и правительство из Московского. Все не вредно, что он написал, все не вредно. Женщина встает, вот на суде была, у нее, значит, у зятя онкология, у дочери онкология, у детей онкология. Один из популярнейших сайтов в Клину – так называемая «Карта Вони». Ее создал математик и программист Алексей Котов. Прогноз Вони, карта Вони. Утро, день, вечер и ночь, где, когда будет запах. Чем интенсивнее цвет, тем интенсивнее запах. Кто же владеет олексинским карьером? Полигоном управляет компания «Комбинат». Электронная почта и телефон совпадают с фирмой «Скайвей». А та управляет другим мусорным полигоном – «Лесная». Тоже скандально известная. С обеими фирмами, как будто на дворе все еще стоят 90-е, связан благотворительный фонд. Самое интересное здесь – вот этот человек. В 2010 году газета «Московский комсомолец» называла Николая Нефедова криминальным авторитетом, контролировавшим город Химки. Упоминала Нефедова и газета «Коммерсант». По словам источника Ромба, бывшего подмосковного чиновника, именно Нефед является бенефициаром полигонов «Алексинский карьер» и «Лесная». Кто-то же должен был этим заниматься. Не все хотят этим заниматься, потому что это плохо пахнет. Ежегодно Москва создает примерно 8 миллионов тонн бытового мусора, а Подмосковье – еще около 4 миллионов тонн. Действующие полигоны и мусоросжигательные заводы способны принять лишь половину. Удадеть 6 миллионов тонн мусора – головная боль московских чиновников. Информация о том, что полигоны переполнены, и ситуация как бы критическая, она была еще в 2014 году. На этом фоне чиновникам приходят безумные идеи. Например, отправлять мусор поездом в Архангельскую область за 1200 километров. Или сделать самую большую свалку России в Калужской области. Периодически смотрим картину, какая на самом деле, потому что МЧС нам все время говорит, что все прекрасно, дышите полной грудью. А у нас получаются постоянные превышения в несколько раз. Стоит он 141 тысячу, собирали мы со всех жителей Клина, района. Юля показывает нам новую дорогу, которую почти за 2 миллиарда рублей строят на Олексинский карьер. Короче говоря, стоит нескончаемая очередь из этих мусоровозов. Там конца края не видно. И они, соответственно, едут уже все по этой новой, почти построенной дороге. Новая дорога стоит около 160 миллионов рублей за один километр. Цифра выглядит завышенной. Минтранс дает совсем другие данные по средней стоимости двухполосных дорог в той же категории. Знаете, сколько эта дорога стоит по документам? Сколько? Почти 2 миллиарда. Вот так! А мы копейки получаем. По недостроенной дороге уже ездят мусоровозы. К концу дня, преодолев первую линию охраны на дальних подступах, мы, наконец, оказываемся у ворот полигона. Не мешает запах вам? Нет? Нет. Вы привыкли? Принюхались? Нет, это не привыкает. Просто я не чувствую запах. Знаете, вот отсюда мой дом видно. Я замучила детей лечить. Ну, что-то не могу делать, что-то никому нет. Руководство ваше охреневшее. Наверное. Несмотря на протесты местных жителей, Олексинский карьер не закрывают, а только расширяют. С воздуха отчетливо видно, как готовится еще одна очень большая карта для приема мусора. С 1 января этого года началась мусорная реформа. Смысл ее пока не понятен большинству людей. Ясно одно – платить теперь надо больше. Мусорная реформа, она пришла в каждый дом, в каждом платежной ведомости. Раньше платили 50 рублей, а теперь 150, да, за то же самое. Давайте все-таки разберемся, что такое мусорная реформа. Итак, как было раньше. Вы бросаете мусор в бак. Мусоровоз отвозит его на полигон. За это вы платите управляющей компании. Что сейчас? Должен появиться еще один участник – сортировочная станция. Теперь ваш мусор сначала едет на сортировку. Из него выбирают по разным оценкам от 10 до 40% всяких полезных вещей. Их отправляют на переработку. На полигон едут только так называемые хвосты. Вроде бы все хорошо и правильно, но кто должен построить эту сортировку? Это должен сделать так называемый региональный оператор. Но не за свой счет, а за счет повышенного тарифа с населения. Вот тут-то и вся загвоздка. Люди не хотят платить по новому тарифу, а операторы не спешат строить сортировки. В общем, то ли не строят, потому что не платят, то ли не платят, потому что не строят. Ребята собрались и решили, что есть новая нефть. Это называется коммунальный тариф с населения. То есть вот эти вот конторы. Но кранчик не открылся. По нашим данным, не больше 30% собираемости тарифа по стране. Если приземляться, то в пределах, наверное, 15%. Делал ремонт и в 2013 году приехал сюда. Такие вот просторы здесь, да. Это районы Некрасовка и Люберцы. На бывших полях аэрации выросли панельные стены, а по соседству мусоросжигательный завод. До 2018 года обычный, то есть жизнью жил. То есть ходил в магазины, торговые центры. Меня ничего вроде не беспокоило. Как сказать, вот я был женат, наверное, вот. Мне это, соответственно, я жил женатой жизнью. Когда уже развелся, к сожалению, да, так получилось. Вот. Я понял, надо чем-то себя отвлечь. А вот наш мусоросжигательный завод номер 4. Красава. Заводом управляет компания «Хартия», которая принадлежит Игорю Чайке, сыну генпрокурора России. В прошлом году Росприроднадзор пытался на 90 дней остановить работу предприятия. А в интернете появились снимки с необычной, очень галамурной, дымом из трубы. Чтобы розовый дым образовался, если чисто химически, это надо жидкий хлор соединить с алюминием. Может, туда что-то привезли такое, да, остальной запах и вкус прям на языке. Это уже люди попадали под эту струю. Но это в основном так можно осенью, ну и зимой. То, что они построили дома, да, буквально 300 метров от завода, это уже означает, что этих всех жителей ждет онкология. После сжигания мусора остается зола. Обычно ее просто вывозят в окрестные поля. Алексей занимается разведкой и фиксацией. То есть вот этот пепел, да, летучая зола, он как раз сжигает заводы номер 3 и номер 4. То есть вот обычное стекло, где мы сейчас нашли, а вот оплавленное. Местные жители выкладывают в соцсети ролики и с другими находками. Вот еще одна батарейка, которую якобы они сортируют, утилизируют. Отлично, да, хорошая утилизация. Ключик. Вот по прямой видно, что свежая, сгружена. Здесь хоть камеру ставь и наблюдай. Если здесь есть дырка, значит, здесь есть активисты. Борьба идет. На самом деле, Алексею есть чем похвастаться в этой борьбе. Ну, в общем, вот эта вот территория, на которой мы сегодня были. Я написал заявление в Следственные комитеты и в прокуратуру о том, что летучую золу захоронят деревню Машково и деревню Матюково. После чего Министерство экологии и природопользования по Московской области обратилось в арбитражный суд. И на данный момент «Экострой Прогресс» оштрафовали на 6 миллионов. И 54 тысячи пошлина. Проблема не только в тарифах и околокриминальных дельцах. Вся мусорная реформа бессмысленна до тех пор, пока сами люди, население, не начнут разделять мусор. Чтобы понять, почему это так, отправимся на одну из немногих действующих сортировочных станций. Мы производим вывоз из 11 тысяч примерно контейнеров ТКО, то есть смешанных отходов. И сейчас у нас установлено 550 контейнеров раздельного сбора. У них совершенно разная продуктивность, у этих двух потоков. Если из потока смешанного мусора мы можем выбрать всего лишь 10% от силы вторсырья, то поток раздельно собранных отходов, он гораздо суше, гораздо чище. И получается из него уже порядка 50% каких-то полезных компонентов, которые можно извлечь и отправить потом на переработку. Это лента обычного смешанного мусора. Как видим, выбирается отсюда очень мало. А вот так выглядит конвейер с раздельным мусором. Значительно лучше. Выбрать и отправить на переработку можно куда больше компонентов. А вот спрессованные отходы, готовые к отправке на переработку. Такое достаточно затратное мероприятие – раздельный сбор. Нужно поставить контейнеры совершенно отдельные. Нужен отдельный мусоровоз для того, чтобы собирать эти отходы. Нужно иметь сортировочные мощности. Стоимость торсырья, которую мы реализуем, оно не окупает все те затраты, которые вложены пока в эту систему. А когда наполнение сеток будет достигать вот эти полезные компоненты 60%, и тогда можно будет уже говорить о том, что этот процесс не убыточный. Компания «Эколайн» обслуживает центральный и северный округа Москвы. Их жители могут подать заявку, чтобы им поставили раздельные контейнеры. Например, так поступила Ирина Маковская, живущая в центре Москвы. Нужно сначала узнать номер своей контейнерной площадки. Затем нужно собрать 65 подписей жильцов для того, чтобы «Эколайн» тоже получил некую гарантию, что контейнер будет заполняться. Все очень просто. Теперь это все до следующего сбора. За нас же никто зубы не чистит, но это как гигиена, личная гигиена. И мусор – это другая часть своих собственных обязанностей, я бы так сказала. Люди должны сортировать, а не просто тупо в мегаполисы, как это делают, выкидывать мусор. Вот ты принес отсортированный мусор, допустим, 200 рублей в квитанцию, а если ты не отсортировал мусор, получаешь 2000 по платежу. То из-за тебя за эти 2000 кто-то его отсортирует. Другой, Илюша, альтернативы нет и не будет. А это раздельный сбор мусора, это сейчас, в данный момент, это утопия. На самом деле тут уже третий месяц стоим. Четвертый, да. У нас тут есть значкар, который составляет списки и ведет, кто, когда, какое время может здесь быть. Каждые два часа под контролем. Эти люди ночью дежурят на обочине Большой Бетонки в Подмосковье. Мы встали здесь, можно сказать, живым щитом. Мы стоим, защищаем свой лес. Оказалось, что у нас здесь на этом месте запланировано КПО, так называемое, 36,5 гектаров. Для обывателя, что понятно было, это 52 футбольных поля примерно размером. Тут размножаются лоси, кабаны, зайцы. Тут много дичи. Это очень редкий участок, сохранившийся в Московской области. Таких практически нет. Это цельной лесной массив. Мама, я за повара пойду. Он делает котлеты, оливье и негреты. И за это я его люблю. Утро следующего дня. С одной стороны защитники леса, с другой ОМОН. Приехали лесорубы. Официальная версия – они собираются прорубить противопожарную просеку. Как она должна прорубаться? Как? Прочищаться? Как? Руками. Руками. Руками дальше. Как? Вот мы пойдем сейчас. Она должна прорубаться насквозь, а не 550 метров до участка. Бригадой лесорубов лично руководит главный лесник Подмосковья Иван Советников. Он утверждает, что просека существовала еще во времена СССР. Самое, мол, время возродить былое. Уважаемые, дорогие господа, тут начинаются алистичные работы. Прошу всех вас покинуть зону алистичных работ. Сейчас покинем. Отпускаем ее. Здравствуйте. Здесь отсюда, здесь отсюда. Попадем. 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 Дайте, дайте работе. Попадем. КПО – это комплекс переработки отходов. Как видно по карте, он запланирован прямо посреди леса. Инвестор проекта – все та же Харкия Игоря Чайки, сына генпрокурора России. К 10 утра недолгое сражение закончено, победа за лесорубами. Новая просека уходит вглубь леса. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...